Добрый день, уважаемые любители профессиональной физики! Сегодня мы будем рассматривать интересный вопрос науки, который не был рисун в течение всего двадцатого века. Вот название этой темы – природа ядерных сил. Ну, мы все знаем, как работают атомные электростанции. Они работают за счет энергии ядер. Ядра состоят, известно, у всех веществ, в том числе у тех, которые используются в атомных ядерных реакторах, они состоят из наклонов. То есть наклон либо протоны, либо нейтроны. Вот из нейтронов и протонов состоят ядра. И они находятся между собой в очень сильных связи. И когда происходит ядерная реакция, то есть разрыв этих связей происходит, и выделяется очень большое количество энергии, которая, ну, скажем, тысячи раз превосходит энергии от сгорания обычного топлива. Так вот, какая же природа ядерных сил? Что же заставляет вместе находиться в сильной связи одного протона с другим или протона с нейтроном, который нейтрален? А вообще протон с протоном должна отталкиваться? Вот этим вопросом и занимались в 20 веке. И ученые в Америке, и в Европе, и в Советском Союзе известны, был такой академик Российского Советского Союза Игорь Евгеньевич там. Он пытался дать объяснение этих сил. Он создал такую модель, что ядерные силы носят квантовый характер. И существуют частицы кванта ядерного поля. Он построил математическую модель, сделал расчеты, и оказалось, по этим расчетам эти силы намного меньше, чем действительно существующие. В чем же дело? А дело в том, у нас же вся наша фундаментальная физика, наука опирается на эксперимент. Прежде всего говорят, давай эксперимент. Так вот, почему он не смог сделать точные расчеты? Потому что экспериментально было доказано, что размер протона, радиус протона порядка 10-15 метров. Об этом мы говорили, когда рассматривали лекции протона. Но, как оказывается, этот эксперимент ошибочный, хотя долго над ним работали тоже, много лет, и все-таки приняли вот тот размер, который я сказал. Поэтому на первом месте все-таки в системе знаний должна быть теория. То есть, если есть идеи, гипотезы, должна сначала быть теория, а потом подтверждаться экспериментом. А в нашей науке принято наоборот. Вот был эксперимент, но в данном случае нельзя подтвердить. Таким образом, посмотрим, как же с позиции эфирной теории можно объяснить природу ядерных сил. При этом надо учесть, что размер протона, на самом деле, как мы показали, теоретически его нашли, равняется порядка 10-19 метров, а не 10-15 метров. То есть на 4 порядка меньше. И вот этот размер протона позволит сейчас нам решить эти природы ядерных сил. Вот посмотрим на два элемента ядра атома, нуклоуны. Вот протон красненький, а вот голубой – это нитрон. Но протон имеет очень маленький размер, скажем, на 10 порядков, на 4 порядка меньше, чем принято науке сегодня. Поэтому этот нитрон можно рассматривать как протон и плюс электрончик. После соединения протона с электроном, вот как раз и есть нейтрон массового на величину. Масса электрона больше, чем масса протона. Тогда будем рассматривать на близком расстоянии. Далеко нейтрон нейтральный, протоны, эти молекулы, атомы – всё нейтрально. А мы рассмотрим на близком расстоянии. Тогда вот в направлении электрона будет преобладать силы электростатистики отрицательные. А в противоположном направлении положительные. В этом случае другой протон подходит к этому электрону и находится тоже в крепкой связи с ним. То же самое может подходить и нейтрон другой стороны, со стороны протона тоже будет притягиваться. Таким образом, мы имеем электростатическую связь, где главную роль связующей играет электрон нейтрона. Он является связующим внуклоном. А природа янтелексил – электростатическая. Мы ещё в дальнейшем будем говорить о методах современной науки и науке, базирующейся на четырёх элементах природы, включая эфир. А пока я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Благодарю за внимание. Выступайте активно в комментариях. Всё будем разбирать. Спасибо.